250 и выше аренда жилья в столице приближается к максимальной отметке. Снять однокомнатную квартиру в спальном районе уже весьма проблематично даже за несколько сотен долларов. Цены редко пошли вверх еще осенью прошлого года, пока никаких предпосылок для их снижения не предвидится. Сергей Гусаченко попытался разобраться, почему дорожает, если и так очень дорого. В интернете еще многие надеются снять квартиру за 200 долларов в Минске, но объявлений подобного рода все меньше день ото дня. Цены выросли и о прежних расценках постепенно придется забыть. Сейчас однокомнатная квартира на рынке заставляет порядка 250 долларов. Если квартира немножко улучшена и планировки, новостройка с хорошей мебелью, с хорошим ремонтом, то она достигает и 300 долларов. Если и найдешь однушку за 200, это будет скорее эксклюзивный вариант. Без мебели, телефона, где-то на окраине, словом, выйдет себе дороже. Что касается двухкомнатных, разговор начинается от 300 долларов и выше. Если евроремонт или квартира новая, цена может превысить даже 400 долларов. Трехкомнатная в обычном районе уже ближе к 500 условным единицам. А если в центре, цена может достигнуть и тысячи. Специалисты не скрывают, цены на аренду жилья среднего класса в столице завышены и не соответствуют обстановке на рынке. Улицы Грибоедово и Чехово. Здесь, по словам специалистов, самая дорогая аренда квартир в Минске. Элитное жилье, которое исчисляется не комнатами, а квадратными метрами. Здесь предлагаются квартиры от 140 квадратов и выше. Но увеличение стоимости аренды коснулось и этой категории квартир. Если раньше цены указывали в долларах, то сейчас точно такую же цену указывают уже в евро. Все началось осенью с традиционного ажиотажа, когда спрос на аренду жилья увеличился почти на 50%. Агентства недвижимости просто не могли помочь всем желающим. Тогда же традиционно цены и поскочили. Причем такого подъема не ждали и специалисты. Говорят, он экономически не обоснован. Ведь цены на аренду и так были весьма высоки. А тут еще на рынок влияют и те, кто обрел собственное жилье и переехал из старой квартиры в новую. Такие арендодатели привязывают цены не к рыночным, а к своим ежемесячным выплатам по займу. Осенью был спрос в связи с тем, что студенческий бум начался. Конец августа, начало сентября и весь сентябрь студенты просто атаковали нас. Сейчас в агентствах недвижимости «Затишься». В это обращается человек 10-15 в день. В субботу в одном из отделов и вовсе не было клиентов. Взять квартиру в аренду зимой гораздо проще. Есть выбор. Можно поездить и посмотреть. Только здесь их в каталоге более 500. Однако, в отличие от спроса, цена вниз уже не пойдет. В ноябрь уже пошел отток и все просятся за 150 дойти им однокомнатную квартиру. Но, к сожалению. Чего ждать и будет ли лихорадить рынок аренды жилья и дальше? В агентствах недвижимости говорят, резкого скачка цен в ближайшее время не предвидится. По крайней мере до осени. Впрочем, вызовет ли последствия очередной ажиотаж и какие, пока специалисты прогнозировать не берутся. Сергей Гусаченко и Дмитрий Чумак. Агентство теленовостей.